Всем огромный-огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Я вас очень рада видеть в своем новом видео! Сегодняшнее видео хотела начать с того, чтобы показать вам кое-какие свои покупки, интересные находки, но в конечном итоге я обратила внимание на свою спальню, поняла, что здесь бедлам, есть очень много дел, поэтому начну я именно с уборки. Сейчас мне нужно будет поменять постельное белье, немножко приберу здесь в спальню, приведу все в красивое, хорошее состояние, потом вам покажу покупки. По поводу моего телеграм-канала обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны, ссылочку оставлю где-нибудь вот здесь на экране и внизу в инфобоксе всегда найдете мой телеграм, я буду очень рада всех там видеть. В своем телеграм-канале я бываю практически каждый день, чем-то делюсь, что-то рассказываю, какие-то лайфхаки, секреты, смешные моменты всю нашу жизнь, также там я оставляю ссылки на то, что я покупаю и там же сейчас на настоящий момент я делюсь тем, что я кушаю, потому что с недавнего времени я на таком на чистом питании. Теперь давайте переходить к уборке, мне уже не терпится здесь все разобрать, хочу поменять постельное и также засуну сразу его в стиральную машинку, чтобы она постиралась и сразу можно было погладить и убрать. Не люблю, когда есть складированное постельное, вот, например, сейчас оно там лежит, эта дочка у меня меняла, Даша поменяла постельное, постирали мы его, и вот оно высохло, вот так вот лежит. Я люблю все сделать сразу, поэтому переходим к уборке и потом вернемся, я вам покажу свои покупки. Начинать свою уборку я буду со смены постельного белья, потом протру пыль, протру тумбочки, подоконник. Сегодня думала, честно говоря, снять тюль и постирать его, но потом решила, что слишком много у меня стирки, глажки, в общем, всего такого, поэтому оставлю это на следующий раз. Сейчас буду застилать постельное белье, девчонки, я вам хочу сказать, что это постельное белье мне безумно нравится, я его покупала на Валберес, у меня несколько девочек спрашивали ссылки на него, если вы меня смотрите, отзовитесь, те, кто по моим ссылкам купил, как вам это постельное, потому что я в полном восторге, во-первых, оно абсолютно не состирывается, мягкое, удобное, комфортное, простыня на резинке, что тоже очень удобно, она не скатывается, не скручивается, не катается, у меня очень часто прибегает Ваня ко мне, особенно в выходной день мы здесь с ним валяемся, включаем какой-нибудь длинный мультик, я его сейчас приучаю к тому, чтобы смотреть длинные мультики, потому что он, такое у него внимание, рассеивается очень быстро, и вот какие-то маленькие мультфильмы он может смотреть, а длинный мультфильм посмотреть для него очень сложно, поэтому я его приучаю так к усидчивости, может быть, даже прививаю ему, и поэтому вот мы по выходным часто здесь валяемся, я включаю какой-нибудь длинный мультик, сейчас, кстати, смотрим Шрека, изначально ему не очень понравился, а сейчас уже даже просит, говорит, мам, когда будет выходной, будем с тобой дальше продолжать смотреть, после мультика встаем, я немного подправляю и застилаю постель, и все, никаких вопросов, поэтому не знаю, мне эта постельная безумно нравится, покупала я его, кстати, по нормальной цене, не очень дорого, по-моему, полторы тысячи, это двухспальная постельная, с простыней на резинке и наволочке на замочках, и мне, кстати, очень нравится еще расцветка его, потому что такие мелкие цветочки, белая постельная, и вот прямо сейчас летний период наступает, самое то, что нужно, сейчас я продолжаю уборку, буду просто протирать пыль, сегодня ничего в спальне разбирать не буду, просто вот наведу, так скажем, порядок по верхам, у меня здесь стояли цветы, уже застоялись у меня розочки, поэтому, естественно, я их уже выбросила, но без цветочков я не могу, поэтому пока поставлю искусственные, хотя, девчонки, если честно, то вот сейчас, в настоящее время, когда лето, весна было, очень много цветов появляется, и хочется всегда иметь живые цветы в доме, и я даже раньше не думала о том, что я когда-то буду покупать живые цветы себе сама, мне казалось это как-то, не знаю, унизительно, вроде как цветы должен дарить тебе мужчина, а сейчас я к этому очень хорошо и спокойно отношусь, могу абсолютно спокойно зайти в магазин, купить себе цветы, букет маме завести, в общем, мне кажется, что это правильно. Немного прибралась, не вла порядок, и вот верите, нет, иногда уборка, это как средство успокоения, умиротворения, психической нормализации моей, поэтому вот когда у меня в доме чисто, когда все прибрано, когда разложено по местам, пыль протерта, в общем, нигде мне ничего не раздражает, не бесит, я вот прям кайфую от этого. В общем, девчонки, села вам показать немного своих покупок, в прошлом видео я показала свои белые перчатки, и был такой один комментарий под видео, наконец-таки кто-то показывает вот такие вот очень спокойного цвета перчатки, как на это приятно смотреть, это действительно так, мне тоже очень приятно, даже брать их в руки, убираться в белых перчатках, я абсолютно не боюсь, что с ними что-то случится, потому что они очень хорошего качества, не желтеют, не как-то выцветают, не цвет какой-то другой не приобретают, в них комфортно рукам, как я уже и говорила, и вот знаете, еще одна вещь, которая меня раздражает в доме, это такие разноцветные, аляпистые всевозможные тряпочки, губочки, и все остальное, поэтому я в поисках уже очень давно чего-то такого более нейтрального наконец-таки нашла, и сейчас вам просто с удовольствием это покажу, не знаю, почему производители производят любой цвет, кроме чего-то более нейтрального, более красивого, более интеллигентного, я пробовала, кстати, губки бежевые из фикс прайс, они мне безумно не понравились, именно по качеству, они разваливаются, буквально, не знаю, но может быть два дня служат, поэтому я на Валберет заказала себе вот такие вот губки, сейчас вам покажу, и тоже, честно говоря, бежевый цвет не всегда как бы приятен, скажем так, также он иногда красится, поэтому я заказала себе вот такие вот серые губки, с черной вот этой вот более такой плотной, более жесткой прослойкой, попробую их, пока ничего не могу сказать про них, такие губки менять нужно часто, поэтому здесь большая упаковка, очень удобно, здесь 12 штук, и девчонки, еще что заказала, тоже такого нейтрального оттенка, это тряпочки для дома, вот такой вот набор тряпочек, здесь 4, нет, 5 штучек в упаковке, смотрите, какие красивые цвета, красивые оттенки, они такие именно пудровые, не яркие, не оляпистые, и мне кажется, подойдут к любому интерьеру, в любом интерьере будут смотреться очень классно, даже если вот эту вот розовую, она наверное самая такая яркая, из них убрать, то вот эти вот прям вообще супер нейтрального оттенка, тряпочки очень приятные по своей текстуре, и кстати они достаточно большие по размеру, смотрите какие ткани, у них очень приятные, это микрофибра, притом микрофибра такая, которая вот знаете не липнет к рукам, которую приятно трогать, приятно ощущать в руках, такими тряпочками можно как убираться в доме, протирать пыль, и влажную уборку делать, так и в принципе сухую тряпочку можно использовать для натирания, например сантехники, там кранов, ванны и так далее, в общем, чтобы тоже все это светилось, зеркалило и играло, следующая моя покупка тоже на Валдберес, это крючок, девчонки, здесь я немножко облажалась, я хотела себе в ванну купить, очень красивые тоже такие вот крючки, чтобы они были модные, современные, стильные, заказала, но, к сожалению, я в общем смотрела на картинки, на картинке их было два, и я думала, что за эту цену я получу два крючка, но пришел только один, возвращать я не стала, потому что возврат именно этого крючка стоит 100 рублей, а сам крючок там стоит в районе 400, я посчитала, что, ну в общем, нет мне смысла, но крючок сам очень качественный, он такой достаточно тяжелый, весистый, посмотрите, как стильно, классно смотрится, так как у нас в ванной больше серебра, поэтому я заказала серебристый, но там есть также с золотом, и есть, по-моему, еще черный. Следующая моя покупка, это вот такая вот пилюльница, мы сейчас практически всей семьей, вернее, не практически, а всей семьей, пьем очень много лекарств, мы пьем витамины, сейчас мы назначали все это, себе не сами, мы были у врача, сдавали полностью весь комплекс анализов, все, потом отправились к врачу, который нам сказал, что нам принимать, нам расписали полностью курсы и для Вани, и для Даши, и для меня, и для Леши, в зависимости от наших потребностей, но практически у всех у нас очень много витаминов, в разнообразии этих витаминов очень легко запутаться, мы уже приноровились, потому что мы уже практически полтора месяца принимаем лекарства, я расписала все это на листочке, но каждый раз заглядывать в него тяжело, поэтому решила себе купить, именно себе, взяла вот такую вот пилюльницу, у всей моей семьи одинарные такие таблетницы, а я вот себе решила взять вот такую, потому что больше всего лекарств принимаю я, у меня еще железодефицитная анемия, и плюс ко всему у меня еще невролог назначил лекарства, поэтому я все это принимаю и путаюсь очень часто, контролировать нужно всех, нужно следить за детьми, постоянно контролировать, чтобы муж все выпил, и про себя я очень часто забываю, поэтому решила себе вот так вот помочь, чем мне понравилась эта пилюльница, тем, что у нее, ну, во-первых, конечно, это разделение на утро-вечер, у меня днем нет никаких лекарств, вернее, есть там одни витамины, но я про них помню, и здесь очень большие вот именно сами ячейки, то есть у меня, например, из моих витаминов большие прям такие капсулы, это магний и омега, омега-3, они вот прям очень большие, поэтому не в каждую таблетницу они помещаются, а здесь достаточно большие глубокие вот эти вот ячейки, поэтому все поместится, еще что мне понравилось, это то, что она разбирается, то есть ее можно, если, к примеру, куда-то в дорогу ехать, если, к примеру, нужно взять с собой, например, на один день, то можно вот так вот отделить, в любую сумочку это поместится, везде, в общем, все удобно, на два дня, например, на выходные, если уезжать, тоже все можно взять с собой, можно даже разложить для всей семьи сюда, потому что, как я уже сказала, ячейки большие, и просто можно запомнить, там, например, для ребенка, для мужа, для Даши, для себя, я вот так вот разложить, вам покажу, купила себе попробовать две вот таких вот масочки, это маски альгинатные, я признаюсь вам честно, не очень люблю альгинатные маски, мне не нравится вот это вот, постоянное разведение, нанесение, потом как-то надо что-то это все снимать, мыть и так далее, но я у Настя Роткевич увидела, что она купила себе большую, большую пакет, целый килограмм, вот этой именно альгинатной маски, и что-то я так впечатлилась, она так прям ее нахвалила, она рекламировала, что я, в общем, решила тоже себе заказать, но заказала не сразу пакет, а заказала вот именно вот таких две, одна у меня маска с коллагеном, вторая маска с золотом, все индивидуально в упаковке, то есть развел, нанес и выбросил, не надо ничего мыть, дополнительно что-то такое делать, вот, это да, моделирующая с частицами золота, а вот это вот с коллагеном, и Настя очень хвалила именно вот эту вот, вот этот бренд La Misa, когда-то от этого бренда тоже покупала несколько продуктов у меня было, Настя, кстати, рассказывала, что она покупала от них патчи, тоже очень нравится, и крема, вот ее весь уход, он тоже состоит из этого бренда, надо будет тоже к нему вернуться, посмотреть, что там есть интересного, в общем, да, девчонки, все, это мои покупки. После того, как вам показала покупки, мне позвонили, и мне нужно было съездить, кое-какие дела сделать, заодно заехала в пятерочку, и купила цветочки, представляете, я только вам говорила о том, что очень хочу, чтобы у меня здесь стояли живые цветы, и в пятерочке у нас по 199 рублей продавались вот такие вот букетики, это гвоздики, по-моему, какие-то кустовые, в общем, привезла, поставила, и прямо, знаете, не нарадуюсь. Сейчас у меня уже постиралось постельное белье, мое, ваняна, здесь полотенчики, кое-какие, я стирала с сушкой, и сейчас высушила белье в машинке не полностью, а оно такое у меня немного влажноватое, и я решила попробовать первый раз не гладить постельное белье, а вот так вот его правильно разложить, как бы разгладить под своим весом, чтобы оно само по себе уже, ну, в общем, разгладилось, и вот как оно будет выглядеть, когда его нужно будет застилать, как оно пролежит под собственным весом, правильно его складываю, как всегда складываю постельное, стараюсь так немного руками разровнять, знаете, разложить, с простыней, конечно, это не очень получается, особенно с простыней на резинке, но самое ужасное, это гладить просто на резинке, поэтому, в принципе, наверное, из-за нее больше я и пробую такой метод, ну, в общем, сейчас оставляю, и под собственным весом оно должно разгладиться, посмотрим, что у меня из этого получится, девчонки, смотрите, сейчас делаю уборку на кухне, хотела с вами поделиться, потому что вообще уже не ожидала, что мне что-то поможет, в общем, у меня вот здесь вот на раковине около крана всегда было такое желтое пятно, но это налет, и оно абсолютно ничем не отмывалось, ни средством вот этой белизной, ни еще какими-то там отбеливателями, кислородными и так далее, чем я только не пробовала. Сегодня у меня случился эксперимент, я вспомнила, что у меня есть одно средство, вот так вот оно называется, айпакс, я его когда-то покупала на Озон, очень-очень давно, у него уже истек срок годности, просто я его забрала со старой квартиры, и здесь оставалось буквально на самом донышке. Это средство концентрированное, его нужно разводить водой, я развела очень малым количеством воды, для того, чтобы вот оно было еще более концентрированное, и решила, думаю, бог с ним, дай попробую побрызгать. Смотрите, я уже вижу результат, я так жалею, что я не сняла дом, потому что, начиная вот отсюда, у меня была такая, где-то в полмиллиметра, а вот здесь, наверное, в целых 3 или 4 миллиметра, вот видно даже вот эта окантовка, очень желтая, господи, вдруг ни с того, ни с сего выключилась камера, очень желтая, прям такое даже желто-оранжевое, вот это кольцо, которое абсолютно ничем не смывалось, я даже однажды пробовала его смыть, вернее, не смыть, а чистить ножом, но, естественно, мне жалко каждый раз мою мойку драит ножом, самое интересное, что белизна у меня отмывает мойку великолепно, а вот именно это желтое пятно, оно вообще ничем не отмывалось, девчонки, я вот прям вам рекомендую, если у вас есть какие-то налеты, иногда вот точно такие же кольца или там подтеки бывают на унитазах, кстати, вот именно с унитазом мне помогало тогда средство санита от ржавчины, которое я покупала в фикс-прайсе, но стоит там сущие копейки, но здесь и оно не справилось, вот это средство, это вот просто маст хэв еще, при том, здесь такая огромная бутылка, сейчас полезу прям на озон, закажу себе еще одну, может быть, есть какое-то поменьше по размеру, по объему, чтобы его на дольше хватило, но вот даже с истекшим сроком годности, я думаю, что сейчас, конечно, попробую это все снять, посмотреть, еще у меня буквально там, ну, две минутки пусть поработает, я попробую снять, посмотреть, какой будет результат, вот здесь я уже вижу, что полоски этой нет, она шла у меня вплоть до, вот сюда вот, до крана, до конца крана, ну, в общем, как вот вода, ой, кстати, вот здесь забыла побрызгать, здесь тоже такое небольшое, в общем, решила и сюда тоже побрызгать, в общем, я так вижу, что уже этой полоски нет, оно немного щипет, если попадает на руки, поэтому, конечно, лучше это делать в перчатках, и вот так вот из бутылочки, у меня, кстати, бутылка, я нашла ее, взяла чисто случайно, а здесь надпись, как раз это айпакс, чтобы не перепутать, потому что я однажды чуть себе цветы свои не сожгла, у меня тоже было разведено вот такое же средство, и я чуть цветы не сожгла, побрызгала именно им, потом чувствую запах какой-то, не тот, который должен быть, вот, ну, в общем, в одной бутылке был разведен вот такой вот очиститель, а в другой бутылке средство для цветов, вот, поэтому подписываю, теперь как-то, в общем, положилось тогда на свою память, потому что бутылки стояли в разных местах, и, в общем, забыла, вот, посмотрю, как это все сработает, потом вам покажу результат, но я думаю, что одним не обойдется разом, нужно будет, наверное, еще разочек, но я уже вижу результат, что оно уже становится светлее и белее, поэтому, в общем, да, девчонки, берите на вооружение, так, ну что, смотрите, я сейчас протюрла тряпочкой, просто оставляешь, просто тряпочкой, посмотрите, идеальная белизная, не знаю, вот это вот еще, может быть, попробовать, но здесь я боюсь за краску, то, что вот здесь, видите, у меня тоже как бы осталось, слушайте, давайте рискну, мы с мужем уже думали по поводу того, что менять кран, еще, смотрите, у меня вот на этой стороне кран, вы тоже, видите, какие прям, прям отложения, и вот здесь, вот тоже, в общем, сейчас побрызгаю, но, девчонки, вот это вот просто, вау, я вот так тряпкой протираю, и сама, сама восхищаюсь, на то, как это все чисто, смотрите, я вот сюда побрызгала, здесь было желтое пятно, боже мой, как я жалею, что не записала вам результат до, ну, то есть, не показала, вот здесь, вот тоже, кстати, я побрызгала, очистила, посмотрите, прям идеально, мне, в общем, смотрите, краска, конечно, слазит сразу, краска, да, ай, как жалко, 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 но, белизна, надеюсь, тоже вот это уйдет, сейчас посмотрю, девчонки, ну, мне уже на самом деле не жалко этот кран, мы его, может быть, в ближайшее время и заменим, потому что я уже говорила, что я, это, наверное, последний черный кран, который я, первый и последний черный кран, который я вообще купила, больше никогда, девчонки, вот от этого я просто балдею, боже мой, радость для моих глаз, так, девчонки, ну, что, я всегда с вами абсолютно честна, поэтому, готова вам показать не только восхищение, или то, что у меня получилось, но также и о грехе, что случилось, значит, во-первых, конечно же, от такого ядреного средства облезла у меня вся краска с крана, но мне на самом деле не жалко, когда вот так вот выглядит у меня здесь раковина, потому что она гораздо дороже, чем кран, вот, то я готова поступиться, и как бы кран, как уже и говорила, мы собираемся менять, но даже так, мне, кстати, нравится, он стильно смотрится, но самое главное, это, конечно, когда попадает средство на вот эти вот элементы, то, видите, получается, что оно как бы выжигает вот эту часть, но, опять же, вот это кольцо поменять, его тоже, мне кажется, ну, во-первых, здесь не очень сильно, оно у меня просто потекло, мне надо было здесь какую-то преграду положить, или, может быть, пакетик приклеить, чтобы средство не попадало на вот эту вот часть, но вот эту, грубо говоря, вот этот кругляшочек тоже можно легко поменять, он стоит, скорее всего, там копейки, вот, мне кажется, что это абсолютно не будет никакой проблемой, самое главное, что у меня, потому что вот здесь, например, видите, все нормально, потому что я немного, недолго средство подержала, сразу смыла, а здесь я как бы записывала и вам видео, еще параллельно записывала видео для телеграм-канала, чтобы сразу выложить, девчонкам показать, поэтому вот с такими вот элементами аккуратнее, то есть если у вас кран вот такой вот хромированный, то тогда лучше прям аккуратненько, точечно как-то наносить, вот если есть такой действительно ободок, но, например, на унитазе там или на раковине, если нет вот таких хромированных элементов, то просто идеально будет, вот, так же вот такими вот, видите, крашеными вот этими изделиями, но у меня вот здесь вот все отмылось, здесь все отмылось, вся вот эта моя белая залежь, которую я, честно говоря, даже на видео девчонке, ну, как бы опасалась показывать, потому что мне это не нравилось, но все отмылось. Вот это не знаю, может быть, как-то можно восстановить, если знаете способ, но я думаю, что вряд ли. Может быть, есть какое-то такое покрытие, которое, может, кисточкой как-то можно нанести, это все восстановится, в общем, надо тоже будет поинтересоваться этим вопросом, посмотреть, но то, как это все очистилось, это, конечно, да. Ну что, девчонки, я пришла на стадион, Ваню привела на футбол, вот там вот они уже занимаются, а я сейчас начну ходить шаги. Всегда привожу его на футбол теперь и хожу, пока еще не бегаю, не начинаю заниматься более усиленно, потому что, во-первых, сейчас питание, занимаюсь именно питанием, и вот на снижении не рекомендуется как бы спорт прибавлять к этому, притом такой, ну, сильный, вот. Но вот вокруг футбольного поля я хожу примерно два с половиной километра, вот, и мало, конечно, это шагов получается, если поле было побольше, то было бы более качественная такая тренировка. Ну, такая мини-тренировка меня сейчас тоже устраивает, потому что Ваня занимается три раза в неделю, и три раза я хожу, получается, круги. Ну, примерно, пять тысяч шагов у меня получается только вечером. Вот, они занимаются, а я вставляю в уши наушники. Кстати, купила себе новые кроссовки, потом вам покажу. Я сегодня, правда, в таком наряде не... Я сегодня, правда, в такой одежде городской, но пока выбираю. Сейчас хочу купить себе полностью тренировочный костюм, какие-нибудь лоси на куртку, такую тоненькую ветровку, или вот кофту на замке, и приходить уже заниматься нормальной. Дети все смотрят, что я снимала. Все, я пошла тренироваться, девчонки. Так, не толкаться, встаем. Все, девчонки, оттренировалась, сходила еще в магазин, купила продукты, и идем уже домой. Ой, у меня сегодня даже 3 километра получилось. Я так собой горжусь. Как хорошо, после такой тренировки с нами папка приехала. Поедем на машинке. Надо будет их... Другие новые поставили сзади. Ну и вот такой вот, девчонки, мой ужин сейчас. Здесь отварные овощи. Это я покупала мексиканскую смесь и еще добавила белую фасоль в собственном соку. Кстати, обратила внимание, на банках почитала, что очень часто в белую фасоль добавляют сахар. Я взяла именно ту, которая без сахара. Также зелень. Зелень это наше все. И здесь у меня куриная грудка. Она запеченная в духовке. Сверху немного сметаны, также специи, соль. Здесь у меня карри и красная сладкая паприка. И половинку яичка. Все. Сейчас поужинаю. И все. Девчонки, смотрите, сегодня заходили в магазин, купили вот такую вот микрозелень. Это в магните. Мои там сейчас играют в футбол. В прихожей сейчас доиграют. И мы с вами будем пробовать сажать это. Купили именно специальный кейл, потому что он красиво смотрится на блюдах. Можно так красиво на бутербродики уложить, на яичницу с утра. В общем, это тоже придает красивый вид блюду. Вы знаете, я люблю все красивое. В общем, здесь, я так понимаю, все несложно. Надеюсь, что все у нас получится и вырастет у нас вот такая вот микрозелень, такой салатик. На самом деле это очень полезно, потому что именно в микрозелени содержится огромное количество полезных веществ. Так, что здесь у нас? У нас здесь вот такой вот субстрат. Его сейчас нужно замочить. Здесь, я так понимаю, в пакетике семена и дата, когда посев пошел. Очень удобно, что это вот уже все готово. То есть не надо искать ни какие-то дополнительные баночки, ни какие-то обозначения, ни еще что-то. Все готово. Посадил и выращиваешь. Девчонки сегодня заезжали в светофор. Хотела вам показать. Смотрите, какие я купила овсяные хлопья. Здесь огромнейшая коробка, полтора килограмма. Стоили они, по-моему, 80 с чем-то рублей, около 90. Здесь все без добавок, без сахара. Обычные овсяные хлопья. И мне понравилось, что они долгой варки, то есть 15 минут. И вот сейчас открыла коробку, стала пересыпать. И решила вам показать, какие они хорошие. Смотрите, какие они чистенькие. Все такие вот я даже пересыпала. Ну вот здесь высыпалось кое-что. Такие маленькие штучки. Но нет вот этих вот, знаете, как нераскрытых, типа таких нераскрытых зерен. Или каких-то вот, ну как они там правильно называются, типа шелухи. Также нет пыли. Вот я сейчас пересыпала пол коробки. Вот эти две банки наполнила. Вот где-то пол коробки у меня ушло. И смотрите, они прям какие чистенькие такие. Все вот не было ни пыли, ничего. То есть прям хорошие, хорошие такие хлопья. Крупные. Их можно, если, например, вы делаете овся на блин, то можно перемалывать. Если хотите там еще что-то сделать, какой-то десерт, то тоже можно перемолоть. Если, к примеру, вы делаете котлеты и добавляете там муку или, ну, что-то, такое любите, то можно тоже вместо муки добавлять перемолотые овсяные хлопья. Так что вот это вот прям такая, знаете, покупка всегда должна быть в каждом доме. Я даже раньше Ване покупала овсяные хлопья, вот эти быстрые, 5-минутки, 3-х минутки нет, а вот 5-минутки всегда покупала. А теперь решила, что, думаю, нет, 10 минут лишние варки, но зато это полезно. Вот поэтому и просто имейте в виду, что вот в светофоре, если у вас есть в ваших городах, если, может быть, где-то поблизости, то вот такие вот классные. Там, кстати, стоял целый палет, и вот если других там рис стоял, гречка, оно как-то было прям полно ее, то вот этих вот коробок стояло, ну, наверное, коробок, может, 8-9. Я вот забрала одну, думаю, попробую. Если понравится, то буду туда прям за ними ездить. И еще купила себе вот такой вот цикорий вместо кофе. Решила попробовать. Здесь 300 грамм. Тоже он стоил дешевле, по-моему, тоже что-то в районе 90 рублей. В общем, дешевле, чем во всех магазинах. Давай. Так, вытаскиваю вот эти семена. Вытаскиваю вот эту записку, да, карточку. Что там такая мягенькая, да? Ага. Давай вот эту бери, водичку, и заливай аккуратно через носик. Давай. Ну, ты же через носик лей. Ага. Заливай, заливай, заливай. Ну, много, подожди, много не надо. Давай еще чуть-чуть. Давай, полей. Ага, еще чуть-чуть. Наверное, вот так. Давай. Сейчас он разбухнет. Что здесь, как здесь сказано? Смотри. Замочите в контейнере на 2 минуты. Иди, засекай на этом самом, ставь 2 минуты. Да, давай. Это еще не мягкая. Ну, потрогай. Она просто должна быть, наверное, влажная. Давай, теперь нам надо эти семена открыть. Надо, наверное, ножницы, Ванюш. Ножницы? Отрезай. Только мне руки не отрежь. Ага. Еще. Так. Нет, еще чуть-чуть ниже. Вот так, молодец. Все. И теперь вот так вот нам надо семена. Можно я? Ты что, спать? Давай. Ну, не в одно место. Посмотри, мама раскидала, и ты посмотри, как раскидал. Ну, давай, давай. Вырастет там у нас теперь салат микрозелий на полу. Давай вот сюда вот кинь. Есть там еще в пакете что-нибудь? Или ты все высыпал? Ну, давай вот сюда. Видишь, вот здесь еще не хватает. Вот тут. Все. Главное, если еще осталось. Да. Все. Все, давай вот так распределяй пальчиком. Смотри, я еще... Поищешь? Нет, не вижу меня. Спрыскиваем повыше. Не на семечки, да, а повыше. Ага, опрыскали. Так. Еще вот здесь, может, немножко. Ага, чтобы все они были мокренькие. Мокренькие, посмотри. Все мокренькие. Ну, все. Теперь закрываем крышкой и убираем темное место. Да? Да. Все, будем смотреть, что у нас тут получилось. Сейчас еще наклейку у нас в день. Майя надо приклеить. На этом буду заканчивать это видео. Оно получилось, как всегда, не коротким. Я не могу, я не знаю, что со мной делать. Но я не люблю мало болтать. Не могу мало болтать. Я люблю поболтать. Люблю с вами поделиться, пообщаться. Девчонки, пишите. Если, например, очень длинные видео не любите, не смотрите, то обязательно пишите. Но, честно говоря, мне кажется, что именно YouTube – это формат длинных видео. Когда ты заходишь и можешь минут 40 просидеть за просмотром такого видео, можно поставить на паузу, потом вернуться, можно что-то перемотать, если не нравится, например, какой-то кусочек, где человек про что-то рассказывает, что вам неинтересно. Я вас в любом случае благодарю за то, что вы были со мной, за то, что посмотрели это видео, досмотрели его до конца. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Я очень люблю с вами общаться, слушать, писать вам. Также, если вам не сложно, то порекомендуйте, пожалуйста, это видео друзьям. Ставьте пальчик вверх. Все вот эти действия, они очень помогают в продвижении канала, в развитии моего блога. Также это огромная благодарность от вас мне, то, что вы можете выразить за то, что я стараюсь, за то, что снимаю, делаю для вас какой-то интересный, полезный контент. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там мы будем с вами встречаться гораздо чаще. На этом с вами буду прощаться. Еще раз огромное спасибо. Все, всех вас обнимаю. До новых встреч в новом видео совсем скоро. Пока-пока.